Спортшкола имени Юмина обретет свой дом. Не так давно Каспийская специализированная детско-юношеская спортивная школа имени Владимира Юмина осталась без личного помещения. Объект, который более 14 лет являлся кузницей именитых спортсменов, ушел с аукциона. В этой ситуации бессильно оказались даже городские власти. Помещение являлось собственностью завода «Дагдизель», который счел необходимым такое решение. На сегодняшний день спортшкола имени Владимира Юмина оказалась в вынужденном тесном соседстве с другой детско-юношеской спортивной школой города. Общественность Каспийска, а также спортивное сообщество Республики Дагестан уверена – школе необходим собственный объект. Для этих целей они предлагают пустующее помещение бывшего республиканского коррекционного детского дома. Возьмем на себя такую смелость от спортивного сообщества города Каспийска, а в то же время и администрации города. Есть люди, которые не безразличны судьбой школы легендарного спортсмена, олимпийского чемпиона, народного чемпиона Владимира Юмина. Сообщаем мы хотим принести какую-то пользу. Было бы, конечно, хорошо, если она была бы на балансе города Каспийска. Стоит отметить, от судьбы детско-юношеской спортивной школы имени Юмина в мгновение ока, оставшейся без личного помещения, не застрахована практически ни одна школа дополнительного образования города Каспийска. Как удалось выяснить, в нашей съемочной группе восемь учебных заведений дополнительного образования города Каспийска располагаются в арендованных помещениях. Нестабильное положение усугубляется внушительными финансовыми расходами. На выплату арендных платежей для этих школ из городского бюджета ежегодно выделяют 4 132 800 рублей. Возникает вопрос, не будет ли более рентабельным решение объединить все школы дополнительного образования, в том числе детско-юношеские спортивные школы Каспийска, в едином помещении муниципального объекта. Общественность Каспийска сходится в едином мнении. Очень-очень большая заинтересованность Каспийска есть в том, чтобы в городе было как можно больше кружков, творческих кружков, чтобы в городе как можно больше было спортивных секций, чтобы все это находилось в одном месте, в доступности, чтобы людям было удобно водить туда своих детей. Вот этот коррекционный дом как один из вариантов, который наиболее хорошо подходит. Когда открываются такие учреждения, которые для развития наших детей, для нас самих, наверное, и, конечно, для города тоже, это еще один объект такого значения, конечно, положительный. Конечно, детей надо развивать постоянно, чтобы они развивались не только в одной сфере, наверное, в разных областях. Вообще, то, что дом, как говорится, коррекционный дом закрыли, это плохо было. Но если они собираются, соответственно, открывать дополнительное образование, я как представитель и замдиректора Малоакадемии, который является дополнительным образованием, соответственно, Министерства образования, я только за дополнительное образование. Для наших детей все эти кружки, как говорится, они обязательно нужны, чтобы дети занимались разносторонне, развивались. Я, конечно, бы отнеслась к этому положительно, потому что у меня у самой есть дети, я бы водила туда старшего своего сына. Только положительно. Я только думаю, пойдет на пользу и за, чтобы там сделали спортивные секции и дополнительные секции, там, я не знаю, хореографии, художественные секции, какие-нибудь. Между тем, городская администрация также не обошла стороной сложившуюся ситуацию. И в январе текущего года обратилась к правительству Республики Дагестан с предложением рассмотреть возможность передачи объекта в муниципалитет города для дальнейшего размещения на его базе управления культурой со всеми подведомственными учреждениями дополнительного образования. Администрация города сейчас ведет переписку с правительством Республики на предмет передачи объекта республиканского детского сада, расположенного в нашем городе по улице Байрамова, и собственности республиканскую в муниципальную собственность. При положительном исходе этого вопроса в сторону передачи в муниципальную собственность мы, со своей стороны, готовы рассмотреть возможность размещения в нем учреждений и культуры, в том числе и учреждений дополнительного образования. Дело в том, что многие учреждения и культуры, и дополнительные образования сегодня несут нагрузку, бюджетные в том числе, они вынуждены платить арендные платежи за размещение в каких-то разного рода коммерческих объектах. Известно также, что Министерство образования и науки Республики Дагестан имеет собственное видение на дальнейшую судьбу помещения бывшего республиканского коррекционного дома. Именно Министерство в 2019 году инициировало закрытие детского дома с последующим перепрофилированием объекта под помещение детского сада. Однако ни в 2019 году, ни в наши дни решение Министерства образования так и не нашло позитивного отклика Каспичан. Насколько мы знаем, детский дом, здание и территория принадлежат Министерству образования Республики Дагестан. И Министерство образования наверняка имеет какие-то свои уже виды на этот объект. Но вот мы, как Каспичане, как жители этого города, хотим обратиться к Кумапазиль Аватзиевне с просьбой, чтобы этот детский дом Министерства образования оставило жителям города Каспийска, детям жителей города Каспийска. Стоит отметить, в 2021 году муниципалитет сдаёт 4 детских сада. Ещё одно дошкольное образовательное учреждение сдают меценаты Каспийска. В общей сложности 5 дополнительных объектов обеспечат городу 1050 новых мест. Цифра весьма внушительная. Возникает вопрос, остаётся ли актуальным решение о перепрофилировании объекта бывшего детского дома под детский сад ради 100 дополнительных мест? Ведь, как известно, тип здания не подходит для функционирования на его базе детского сада. Реконструкция окажется неизбежной. Потом, на сколько лет затянется эта работа и какие финансовые потери за собой повлечёт, остаётся только догадываться. Потому что садик есть садик. Они не дадут того, что даст вот этот центр. У садика своего программа, а там уже будет много программ. Там будут дети развиваться намного лучше. Мы откликнулись на обращение Каспийска, и наша съёмочная группа попыталась разобраться в дальнейшей судьбе объекта бывшего детского дома. Как видите, вопрос этот пока остаётся открытым. Совсем недавно мы узнали информацию о том, что здание коллекционного центра освободилось. И сейчас стоит вопрос о том, что с этим зданием будет в дальнейшем. Нас, как горожан, как Каспийсан этого города, а здесь сидят мои ученики, Гасан, мастера спорта международного класса по боксу, Гасан Гусейн Курбановы, сидит Хабиб Аллахвердеев, двукратный чемпионат мира, двукратный чемпионат мира среди профессионалов, достаточно очень известный боксер, ныне президент Федерации бокса Республики. И вот как горожане нам бы хотелось выразить мысль по поводу этого здания. Давно нам, кажется, назрел вопрос, что надо в одном здании создать какой-то центр для наших детей, где было бы достаточное количество кружков дополнительного образования. Как мы слышали, в этом здании мы хотели бы, хотят открыть офис школы борьбы именно Владимира Юмина, нашего великого спортсмена, которым мы все гордимся. Это было бы здорово. И как горожане мы эту инициативу поддерживаем и примем все полное участие в том, чтобы этот центр был создан. И какая помощь от Федерации бокса, от нас, личная какая-то будет, если нам надо будет принять участие в этом, мы тоже готовы в этом участие принять. Поэтому идея хорошая, которую мы поддерживаемся. А что по этому поводу думаете вы? Какое решение, на ваш взгляд, оказалось бы более эффективным? Объединить все учреждения дополнительного образования города в едином объекте и, как следствие, сэкономить многомиллионные бюджетные средства, которым можно найти более целевое назначение. А может, городу действительно необходим детский сад? Своим мнением вы можете поделиться в комментариях к этому репортажу.